Амур И вот какими получились еще три встречи тигров на минувшей игровой неделе. В след за минским «Динамо» в Хабаровск пожаловали «Динамовцы» из Риги. Турне на самый восток КХЛ подопечные Сейса Норманца начали с уверенной победы над «Адмиралом». Но в дальневосточной столице им и не думали оказывать теплый прием. Тем более сейчас, когда шансы на плей-офф у Амура еще не потеряны. Брать очки в каждом матче по-другому никак. Нужно радовать наших болельщиков, которые на протяжении всего сезона нас поддерживают. И хочется для них играть, для них побеждать. Предыдущая очная встреча в сезоне, хоть и с минимальным преимуществом, но осталась за «Динамо». Зато в ответном поединке «Тигры» не оставили своим соперникам ни одного шанса. Кирилл Капустин, Вячеслав Ушенин, Кристиан Куселло, Ян Колорш и, конечно, Юха Мецело. Вот творцы самой крупной победы Амура в нынешнем чемпионате. «Тигры» Конечно, обидное поражение. Но первый период вроде начали неплохо. Впрочем, несмотря на разгромный счет 5-0, Андрей Мартемьянов не в полной мере остался доволен действиями своих игроков. К сожалению, нам не удался первый период. По какой-то причине мы будем разбираться, в чем дело. Немножко проспали. Во втором добавили, хорошо забили и, в общем-то, строго сыграли в обороне. Строго сыграли в обороне. Команда сегодня отдавала душу в два периода. За это, конечно, большое спасибо ребятам. Строго сыграли в обороне. Новую семидневку открывала встреча «Тигров» с финскими джокерами. Для обеих команд наступающий 2017 год особенный. «Амур» празднует 60-летие со дня образования, «Йокерит» отмечает полувековой юбилей. Остроты противостоянию добавляли и личные счеты между игроками. Для меня эта встреча была очень важная, ведь когда-то я играл в команде ХАИФК из Хельсинки, и нашим главным соперником был как раз «Йокерит». Поэтому мне очень хотелось забить сегодня гол, и я рад, что мне это удалось сделать. Подчеркну, что дело не в моих соотечественниках, а именно в «Йокерите». Начало года у «Джокеров» не задалось. До матча в Хабаровске они проиграли 4 встречи к ряду и закономерно хотели порадовать своих болельщиков победой на льду платином арены. План на игру гости выполняли вплоть до 33-й минуты встречи, отправив в ворота «Юхемецил» и две шайбы. Но потом за дело взялись хозяева. Сперва Тиему Рамстед сократил разрыв до минимума, а затем Никита Камалов пробил Райана Заполски, сравняв счет. Надо отметить, что почти сразу после заброшенных голов на площадке то и дело вспыхивали потасовки. Ну а как, если они идут на пятак на наш и воротаря пытаются как-то спровоцировать, чтобы он понервничал, нам нужно защищать своего воротаря, отдавать отпор, что мы будем смотреть на этих игроков, чужих на своем пятаке нет ни за что. Несмотря на все провокации, тигры выстояли. И в третьем периоде благодаря точному броску Владислава Ушенина в большинстве вышли вперед. Отыграть две шайбы и одержать волевую победу 3-2. Хабаровской команде удалось впервые в сезоне. Парни из себя вытаскивали все, что могли. В общем-то, не все было на нашей стороне, скажем так. Помолчим там остальное. Ну и я думаю, что болельщикам понравилось. Мы гордимся, что у нас такая команда. И команда с характером. Команда не опускает руки, команда бьется. Все это прекрасно сегодня видели. Будем стараться продолжать в том же духе. Гимн России, акапелла, да еще и на электрогитаре. И такого в континентальной хоккейной лиге еще не было. Но в день дерби в Хабаровске возможно все. Вообще, не каждый день исполняешь гимн своей страны. Поэтому, естественно, эмоции были и волнение, но был и восторг. Потому что, наверное, мечта любого гитариста, любого музыканта исполнить гимн на таком матче. Вот, тем более, тем более я это сделал. В сезоне это четвертое дальневосточное дерби. Каждый матч между Амуром и Адмиралом – неповторимая атмосфера. К этим противостояниям особенно готовятся все игроки, тренерский штаб, болельщики, а иногда и персонал Платином-арены. Конечно же, мы готовились в ведро из дома. Швабру здесь нашла костюмчик же мой. По-моему, очень забавно, нет? В роли уборщицы, я думаю, никто не танцевал во время хоккейной лиги. Как и ее знаменитый предшественник, танцующий охранник, Наталья – не простая уборщица, а профессиональная танцовщица. Этот номер – экспромт. Все движения шли, можно сказать, от сердца. Задача была одна – развеселить болельщиков и поднять боевой дух команды. Вот только нужный эффект танец оказал не на тигров, а на моряков. Едва трибуны успели переключить свое внимание с веселой уборщицы на лед, как там уже праздновал заброшенную шайбу лучший бомбардир и снайпер приморского клуба Роберт Соболич. Он же поставил точку в матче, поразив пустые ворота хозяев во время финального штурма Амура. 0-2. Были домашние тяжелые игры с Йокертом, была очень тяжелая игра в третьем периоде, переломили, выиграли где-то, может быть, и этого сегодня не хватило, какого-то эмоционального заряда. Хорошее дерби получилось, такое настоящее, много борьбы, никто не хотел уступать. Скажем так, сделали ставку на первый период, у нас в последних играх не очень это получалось. Очки нам нужны, боремся за плей-офф, поэтому очень рады победе. Шансы на плей-офф не потеряли и подопечный Андрея Мартимьянова. Отрыв от кубковой восьмерки сейчас составляет 13 очков, а в запасе у тигров еще 8 игр. Правда, в этих встречах у хабаровчан почти не осталось права на ошибку. А потому тренерский штаб готов принять любые меры и пойти на перестановки в составе. Ротация будет. Ротация будет. Кого поднимем, мы решим, скорее всего, завтра, послезавтра. У нас есть еще ребята в Соколе, которые плохо проявляются, возможно, они появятся. Это решение будет приниматься больше. Оставшиеся две игры, заключительные в этой регулярке домашней серии, хоккеисты Амура проведут 24 и 26 января. Так же, как и тигры, Слован и Медвежчак еще не гарантировали себе место в восьмерке сильнейших на Западе. А это значит, что хабаровчанам вновь предстоит битва за плей-офф. И на сегодня это все. Как обычно, увидимся ровно через неделю в это же время на телеканале Даль ТВ ТНТ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok